Я говорю и показываю премиум плагины Крокоблок, плагины, которые позволяют серьезно расширить функционал конструктора страниц Elementor Pro на WordPress. В этом видео я хочу показать, как реализовать горячие точки, так называемые, на ваше изображение. Например, демо сейчас перед вами велосипед и пояснение деталей велосипеда с такими плюсиками. Они анимированы, вы видите, они пульсируют. Есть над ними подсказки, которые мы можем управлять, чтобы они были, например, при наведении мыши. Их можно разместить на картинке сколько угодно. Итак, как я это реализовал? Как я уже сказал вначале, это Крокоблок. Вы можете сами перейти на сайт Крокоблок и посмотреть. Ссылки я оставлю в описании под этим видео и также на моем сайте fedorvasilev.com. Нажимаете здесь продукты и находите JetTricks. Переходите сюда и здесь вы можете найти описание данных опций. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, я установил уже на свой демо-сайт данный плагин JetRicks и давайте рассмотрим. То есть вот у меня есть демо-пример. Я перехожу в админку с сайта. Здесь вы находите JetElements после установки вот этого JetRicks и увидите такие три плитки. Мы будем рассматривать именно вот эту. Это горячие точки. То есть давайте я изначально сейчас удалю изображение. Здесь у меня имеется секция с тремя колонками. Вы это видите. Я перетаскиваю в самую большую среднюю колонку вот эту плитку горячих точек. И первое, что нужно, это загрузить изображение. Я подготовил изображение велосипеда в PNG формате. Помещаю ее сюда. Сразу видим, посередине у нас есть плюсик. С изображением мы закончили. Дальше тут, видите, две вкладки. Переходим сюда. Здесь мы настраиваем вот эти вот плюсики с информацией. Кликаю по первой. У нас уже здесь по умолчанию один плюсик есть. Раскрываем настройки. Первая это иконка. Вот у нас плюсик есть. Вы можете просто выбрать какую-то из существующих или загрузить свою. Или вообще сделать без иконки. Но тогда что-нибудь написать. Видите, там будет просто текст. Или можно иконку оставить. Например, ну я воспользуюсь, например, какой-нибудь другой иконочкой. Вы видите, здесь иконка и текст. Если текст не нужен, здесь текст мы не пишем. Тогда будет просто иконка. Ниже это как раз-таки будет описание все то, что будет у вас находиться в подсказке, которая всплывает выше. Если вы хотите, чтобы этот плюс был ссылкой. Потому что, смотрите, вот навожу мышь сюда. Если я кликну, меня перебросит на сайт. Я там установил ссылку. А вот этот плюсик, я просто навожу мышь, ничего не происходит. Вы сами решаете. Если на этот элемент вам нужно повесить ссылку, вот здесь размещаете ссылку. Еще у нас есть анимация. Сейчас по умолчанию пульс стоит. А вы видите, она пульсирует. Вы можете выбрать какую-то другую анимацию из списка. Переходим дальше сюда. Положение отметки. Просто двигаем ползунок. Например, если это нужно, чтобы где-то конкретно она находилась. Например, на какой-то детали велосипеда. Тогда вы двигаете эти ползунки, например, на руль. Нижний ползунок отвечает вот за горизонтальные. Положение. Я двигаю его. Вот, видите, я до руля практически ее подвинул. И таких вы можете создать сколько угодно. Смотрите. Я создал еще две. Просто я перейду и поменяю положение, чтобы увидеть ее. Вот она, вторая. Перехожу в третью. И поменяю позицию, чтобы ее увидеть. Так же. Вот у меня их три. Давайте я даже ниже опущу. Вот так это все настраивается. Неограниченное количество можно создать таких вот точек. Дальше мы с вами переходим. Tooltips. Это подсказки. Отображать при инициализации. То есть давайте посмотрим. Сначала я обновлюсь. Пойдем на сайт. Обновлюсь здесь. У нас подсказок нет. Только при наведении. Если у вас в подсказке много текста, то, наверное, лучше оставить так. Они у вас пульсируют. Говорят о том, что наведи на нас. Или кликни на нас. Вот. Если мы включаем эту инициализацию, то у нас подсказки всегда будут включены. Я обновляю страницу. Вы видите, они всегда видны. Единственное, что, скорее всего, придется на мобильном устройстве отключать вообще всю эту секцию. Так как я посмотрел, и мне не очень понравилось, как это выглядит. То есть здесь обрезается текст. Вот это наша подсказка. То есть на мобильной версии. Может быть, я что-то не доглядел. Напишите в комментариях, если вы разберетесь, что этот элемент хорошо работает на мобильном устройстве. Я этого здесь не увидел. Просто вот здесь в расширенных настройках вы сможете скрыть на вкладке «Адаптивный», скрыть на планшетах, поставить переключатель, и скрыть на телефоне. Пускай это будет только для компьютерной версии. Возвращаемся в настройки. Положение нашей подсказки снизу может быть. Вот вы это видите. Использовать указатель. Это маленькая стрелка у нашей подсказки. Если мы его отключаем, то просто всплывают подсказки с текстом без стрелки вниз. Если она остается, то вы можете даже ее настроить, сделать ее более округлой, уменьшить ее при наведении приклики и скорость. Скорость появления нашей подсказки. Даже отступ данной подсказки. Видите, она выше стала. От иконки. Можно здесь регулировать. И также добавить анимацию. Например, вот эта анимация, именно появление нашей подсказки. Очень интересно смотрится. Дальше переходим в дизайн. Цвет этих точек, подсказок. Это вкладка стиль. Вот сюда переходим. Я не буду здесь все разжевывать. Я думаю, здесь вы и сами разберетесь. Просто покажу на некоторых примерах. Например, тип фона. Картинка даже может быть. Или цвет. Вы видите, иконки стали красные. Tooltip – это наша всплывающая подсказка. Здесь тоже можно поменять все, что угодно. Например, тип и цвет. Вот они стали. Вы видите. А теперь они черные. Вот так это настраивается. И это еще не все. Переходим в расширенные настройки. Как только вы установили Jetrix, у вас появляется вот здесь дополнительная вкладка в расширенных. Давайте перейдем, рассмотрим. Здесь есть три дополнительных опции. Первая – это Parallax Effect. Мы включаем его. Появляются дополнительные опции. Вот этим ползунком мы решаем, то есть насколько будет у нас работать вот этот Parallax. То есть он работает при прокрутке страницы. Смотрите. Как бы нижний фон движется быстрее, чем картинка с велосипедом. Также решаете отображать, где Parallax. На компьютерных, на планшетных версиях. Естественно, на мобилке это показывать не стоит. Или есть еще обратный Parallax. Parallax – это движение наверх. То есть велосипед быстрее уходит наверх при прокрутке страницы, нежели другие блоки сайта. Здесь понятно. То есть вот это ползунок. Это чувствительность этого Parallax. То есть, скажем, если скорость эта у нас стоит на единице, мы практически не видим эффекта Parallax. С эффектами Parallax мы разобрались. Я его отключаю. Давайте посмотрим следующее. Вот это. Это текст. Вы видите, вот здесь всплывает синий текст. Здесь вы можете задать, какой будет текст. Вот. Дальше текст сверху, может быть снизу. Вот вы видите текст снизу. И он накладывается как бы прямо на наше изображение. Z-индекс можно управлять положением планов вперед-назад. То есть, чтобы было на самом, скажем, видном месте. То есть, как бы перекрывая все другие элементы. Думаю, здесь понятно. Выключаем. Дальше подсказка. Дополнительная подсказка, которая будет появляться сбоку. Например, я напишу что-нибудь. Привет. И подсказка будет, например, слева. Вот она, видите? Давайте я обновлюсь и посмотрим на сайте. Обновлюсь здесь. При наведении, вы видите, вот здесь вот появляется привет-слово. То есть, и также эту подсказку вы можете слева, сверху, снизу, где хотите поместить. Думаю, на этом урок можно заканчивать. Вы поняли, как работает данный интересный плагин от Carcoblock. И увидимся с вами в следующих видео.